Свидетелями редкого в наших краях астрономического явления стали сегодня муромцы. Солнечные затмения можно было наблюдать с полудня до 13.20. Массовый показ затмений устроила наша съемочная группа. Взглянуть на солнце через видеокамеру с фильтром могли все желающие. Там как будто головка сыра и кто-то от нее немножечко откусил сбоку. Луна начала закрывать солнце в полдень. На улице как будто бы ничего не изменилось. Дело в том, что прогуливающиеся люди этого не увидели. Но камера через фильтр смогла запечатлеть астрономическое явление. Посмотреть на солнечные затмения вместе со съемочной группой Мурманского Меридиана собралось несколько сотен человек. Целый класс шестой школы здесь, на Площади Победы, провел урок астрономии. Первый раз вижу, очень красиво. В этот раз Луна закрыла поверхность Солнца на 65%. Но, как выяснилось, редкое явление отнюдь не такое уж и уникальное. Кажется, что солнечные затмения происходят редко. Но на самом деле они бывают 2-3 раза в год. Просто покрытие, территория покрытия, где наблюдается это затмение, очень невелика. Я на Дальнем Востоке видела, красиво, но у нас там было темно уже. Прямо вот раз так на миг, где-то минуты на две, раз темно и все. Один раз видел полное, но я был вообще киндером таким небольшим. Это было в Средней Азии, то есть я находился там. Было полное затмение. Смотрели стекляшечки, костер и смотрели. Очень мне понравилось. И, кстати, отличная затея в плане того, чтобы каждый человек мог прийти и посмотреть. Зрение бережете население, молодцы. С древнейших времен солнечные и лунные затмения, как и появление комет, люди воспринимали как негативные события. Во многих культурах они считались предвестниками несчастья и катастроф. И этому современные астрофизики находят логическое объяснение. Современный человек знает значимость солнца. Оно нас обогревает, оно нам светит, оно дарует нам жизнь. И поэтому потеря света от солнца должно пугать человека. Но я думаю, что современные люди это совершенно не боятся, поскольку события длится недолго. Спустя какое-то время солнце нам открывается, мы снова ему радуемся. И каких-то катаклизмов на поверхности Земли в связи с этим не происходит. Вот и сегодня заслонив светило на час, луна двинулась дальше. Солнце озарило муром. Ольга Килешина, Александр Барсуков. Новости муром.